рикошет м2 за ноль кристаллов просто купить рикошетом 2 с каждого с каждого ребята просто напросто по лайку вот я буду ждать пока не поставите лайк и не подпишитесь на мой канал вот по вот просто пока не куплю этот самый рикошет вот и вот именно я вот знаю вот кто то да 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 братан ты сидишь и еще не поставил лайк ну давай быстро ставь а то не буду его покупать поставил красава хочешь выиграть танк мечты тогда подписывайся на канал жми на колокольчик и ставь лайк данного видео также пиши комментарии со своим ником более подробная информация в описании всем привет дорогие друзья с вами вайдер и сегодня мы с вами записываем ролик по моему без донат аккаунту я получил себе здесь звание наконец-то ребята поздравить можете меня просто лайком под данный видеоролик ну и так сказать и поздравляю вот так же мы сегодня с вами будем ребята покупать рикошет м2 за ноль кристаллов просто купить рикошетом 20 кристаллов естественно да я его буду покупать но это будет чуть попозже или сейчас его купить там давайте ребята вот прям сейчас на ваших экранах вот с каждого с каждого ребята просто напросто по лайку вот я буду ждать пока не поставите лайк и не подпишитесь на мой канал вот по от просто пока не куплю этот сам рикошет вот им и вот именно я вот знаю вот кто-то да 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 братан ты сидишь и еще не поставил лайк давай быстро ставь а то не буду его покупать поставил красава давай а ну давай оля и мысли ребят с вами приобрели рикошет м2 блин наконец-таки я у себя приобрел потому что он у меня на самом деле был уже с деда воронто там какого-то когда я соответственно прикупил его себе его даже припал вроде бы на сержант майори либо даже на воронте первом я его чисто купил и сразу прокачал под м2 модификацию но потом с ним ничего не делал потому что с комплектов я убрать не хотел но такой комплекте ребята как дик плюс рикошетом 2 но существует называется он кабан я его себе не приобретал потому что рикошет как бы 2 у меня был и хотела на своем звании старший лейтенанта забрать его именно за 0 кристаллик атаковать для ролика и для эпичной стихии фрагмента ну чтобы лишний раз кристаллов не трать потому что нафиг нам не надо в итоге что ребята у меня уже получается у меня на звание старший лейтенант на без доната имеется мать его 5 пушек м2 модификации 1 даже m3 по mpk прокачано и соответственно у меня даже здесь качано есть огнеметчики есть прокачанный а нет я уже испугался думал мне нифига не прокачано прокачанный гаусс и также еще есть три корпуса также немножко выключены это hunter и этот самый хорнер до m3 ну соответственно большинство здесь меня покупочек подфортило потому что я выбил как с контейнера 1 миллион кристаллов поэтому это можно сказать без доната такой супер мега фартовый но фартовости ребята здесь после выпадения ляма кристаллов вообще никакого не светится мне потому что мне не падает ничего за 100 плюс контейнеров я уже на своем аккаунте не выбил ни одного дня прям аккаунтом вот соответственно у меня есть ребят контейнеры некоторые контейнеры два из этих и я поймал и два контейнера я собрал соответственно с ежедневных заданий которые у нас даются соответственно я их уже позабирал а вот недельный контейнер я открыл потому что мне там мы были нужны батареечки что поиграть на моем дрончике соответственно все батарейки я слил вот поэтому ладно четыре контейнера которые я ставил для ролика я надеюсь что мне сейчас выпадет как раз таки прям аккаунт пожалуйста plizmi drop прям аккаунт давай я вот я вот просто серьезно надеюсь мины мин на самом деле это такое себе потому что минок у меня очень много давай второй контейнер да ты серьезно 3500 кристаллов ну нет ну я я не верю что из этих четырех мне тоже ни хрена не дропнуть 10 тысяч кристаллов это хорошо и последний контейнер 3500 ребята я не знаю что мать его с этим аккаунтом не так что с тобой не так но серьезно ни хрена не падает я потратил все абсолютно уже практически припасы в виде ускорения и двойного урона поэтому я даже был не против если мне они попадали мне даже птек теперь больше чем соответственно вот этих вот припасов а именно ускорял очки потому что я очень часто пользуюсь иногда захожу в битвы и соответственно немножко фокашу жду голдиков и едут на них отжимаю ладно ребят короче теперь погнали на вот такому сочетании тестировать своего рикошета м2 и соответственно попробовать нагибать в битвах поехали так ребят прокликались мы в битву и соответственно эта битва у нас тдм к не очень конечно то что мне подходит но даже здесь я вам попытаюсь коротко показать те причины по которым я сейчас катаюсь на своем диктаторе и да ребята первая у нас будет такая тема это диктатор почему я вообще на нем катаюсь и почему на нем нужно сейчас кататься потому что это изи просто способ занять первое место и загробастать себе те самые звездочки потому что диктатор у нас дает за свой overdrive по целых 25 очков и самое примечательное то что я не знаю многие наверное из вас знали но я у вас наивно думал что эти 25 очков опыта у нас также идут в полоску так стать моего звания я смогу себя таким нехитрым способом побырку по шурику прокачать себе аккаунт прокачать себе звонку и уже там быть соответственно у нас мега прокачатым чуваком но нет оказывается у нас вот эти 25 очков они у нас идут просто в таблицу так стать битвы и все на этом у нас так сказать заканчиваются приятные такие моменты но они у нас не заканчиваются лично для нас потому что вот таким вот способом я у нас ребят просто взял и за вчерашний день заработал более 100 звездочек на бездонат аккаунте вы наверно понимаете ребят что такое 100 звездочек на бездонат аккаунте это значит то что ты просто берешь и нагибаешь каждый день и проходишь на зичах полностью весь челлендж особо не парюсь при том что я не очень там сильно и много играл а вот как бы серьезно так она и ребята и работает так чувачки за мою команду есть кто поблизости встань в какую-нибудь кучку и был вообще все приятно и все прикольно вот краски вот это ребята кучка мне нужна для таких моментов когда мы играем какие-нибудь командные битвы от оси л как раз таки подходит очень сильно когда ты у нас играешь за команду дефирующую и еще также подходит новый режим осада хотя я его не очень сильно люблю но тем не менее он у нас подходит и как бы по тапу вот уж у меня первое место вообще на изи чак все зарабатывается вот плюсом ко всему по поводу челленджа опять же ребята еще с немножко вам скажу у меня на этом аккаунте так вам по секретику данную информацию рассекретим немного немного тавтологии есть некое количество танкоинов которые соответственно я готов ребята в скором времени потратить на боевой пропуск вы просто представляете себе боевой пропуск на бездонат аккаунт а мне кажется это вообще будет что-то с чем-то естественно я этот челлендж также в скорости буду проходить им на бездонат своем акки ну может быть не на скорость но тем не менее как бы будем это Все делать, стараться, по крайней мере, делать Все очень и очень быстро, а там как получится Там уже и видно будет Мне кажется не очень много танкоинов, мне немножко повезло С коинбоксика одного, который я себе Прикупил и Открыл его, мне там дропнулся Соточка вроде или 200 танкоинов Короче, очень прилично у меня упала фиолочка И я сейчас очень и очень счастлив Ну а теперь о наших Так сказать баранах, а точнее о нашем рикошете Почему он мне нравится и почему Я готов ради этого рикошета чуть ли не душ Продать, наверное вы знаете и понимаете Когда у меня были две Соответственно пушки ближнего боя Это Мой фриз, потом я себе Прикупил еще огнемета Вот, в этом промежутке Я себе прикупал еще как раз таки Пушку под названием Гром, вот, но гром ребята Не оправдал немножко моих намерений, потому что Его потом взяли и унизили Блин, ну я не знаю вообще для чего это сделали Грома взяли, опустили, унизили И соответственно получилось у нас какая-то Билиберда, билибердевая Так, чувачки, я вот не понимаю Я вот вижу кучу чуваков за красную команду Но не вижу соответственно свою команду Как раз таки мне овердрайв нужно раздать абсолютно всем Чтобы получить намного выгоднее у нас очков опыта Чувачки, за синюю команду Можно пожалуйста ко мне вот по шурик-побырик подойти Вы там все где-то были И вы кстати ребята заметите такую тенденцию Что у нас очень много чуваков Катается за как раз таки Диктаторов Вот серьезно, очень много Просто чуть и не все поголовно у нас катаются за диков Вот, сейчас было идеально, сейчас было хорошо И первое место ответный я забрал Так вот, переходим к рикошету Взяли у нас Немножко так сказать подунизили грома И получилось, что дальних бойных пушек У нас немножко нет Потом я себе прикупил гаусса Потом взяли гаусса унизили И опять я остался без дальнего боя Ну по факту, по сути он у меня есть Но сами понимаете На нем уже особо не понагибаешь Но без дната Нагибная пушка Это так сказать чуть не залог успеха И как раз таки у меня был рикошет Я мог всего одевать Но вы наверное понимаете Что такое М1 Качественная под М2 Это все равно вот не М2 Я не знаю почему Как оно и в танках действует Но серьезно Даже некоторых моментов Когда тебе дают джиггернаута Вроде как бы пушка выкачанная Вроде как бы ну должен ты ваншотить Да у нас чуваков А нихрена не получается ваншотать И когда ты себе приобретаешь Именно на М2 модификацию Все У тебя становится все четенько У тебя становится все нормально На джиггернауте Ты уже всех ваншотаешь И также очень много таких ситуаций У нас совсем Допустим ты берешь На этом рикошете С каких-то шариков Не добиваешь кого-то Там еще что-то такое Ну дебильные какие-то ситуации Получаются в итоге Вроде как бы у тебя пушка М1 Качественная под М2 Но она нифига не М2 получается Я знаю как это работает Но тем не менее Хотелось ей рикошет К плюсом ко всему Опять же еще является то Что эта пушка у нас Как может быть и ближнего боя Так и среднего боя И даже иногда ее использовать На дальний бой Потому что там можно нацепить Супер мега устройство Которое называется Дестабилизация Вроде бы что-то так Ну короче Рикошет у тебя становится Очень мега дальнобойным Но соответственно у тебя Маленькая перезарядочка Так блин Вот этого чувака не дотянулся Но как вы наверное понимаете И шарить это Ну изи первое место Изи просто первое место Изи Три звездочки И на рикошете Я теперь могу играть Абсолютно на любой карте Иногда как раз таки Бывали такие ситуации Когда Я заходил на какую-то карту И там было Неплохо вроде как Играть на диктаторе Плюс фреза Я себе нацеплял Вроде как неплохо Вроде как нормально Но все равно Что-то не то Иногда чуваки от тебя убегают И соответственно Ты их не можешь На своем фрезе остановить Некоторые карты У нас попадаются Такие что Охренеть какие дальнобойные Там тоже особо не поиграешь Рикшет Мне кажется Это вообще идеальная Чуть не альтернатива Вообще всем картам Я как любитель Точнее не любитель Переодеваться в битвах Для меня Трик это серьезно Это такая вот Просто мега пушечка Так Три звезды я заработал Соответственно Рикшет для меня Стал как раз таки Тем вооружением Той пушкой На которой я буду играть И буду соответственно И использовать Во всех своих битвах И надеюсь Она опять же Мне послушает Очень-очень долго Естественно Так же я буду им покажать Вот Поэтому ребят Вот такие вот У меня планы На бездонат аккаунт И кому данный видеоролик Понравился Обязательно ставьте ему лайк Так же не забывайте Подписываться на мой канал И нажимать на колокольчик Ну а с вами был Вайдер Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok